В преддверии Дня защитника Отечества в Иркутске прошел праздничный митинг. В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, ветераны, сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Собравшиеся возложили цветы к вечному огню и памятнику дважды Героя Советского Союза Афанасию Белобородову. Затем первые лица области поздравили участников митинга с праздником. Как отметил глава региона, это торжество открывает ряд мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я от всей души вас поздравляю с замечательным праздником, праздником в России, праздником защитника Отечества. Для России защитник Отечества, армия всегда была символом мужества, вероятства, любви к родине и патриотизма. А в эти минуты в музыкальном театре проходит прием, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. О нем подробнее расскажем в итоговых выпусках новостей в 18 и 20 часов. Рыба в Байкале может стать меньше. Причина – снижение воды в озере. По мнению специалистов, если опасения подтвердятся, численность может сократиться на 1500 тонн, что сопоставимо с разрешенным объемом вылова омуля. Напомним, с января этого года на территории Иркутской области введен режим повышенной готовности. Как рассказала информагентству «Байкал-Пост» представитель байкальской экологической волны Марина Рихванова, обмеление озера происходит не только из-за рекордно малых осадков в этом году, но и из-за работы Иркутской ГЭС, а также по вине строителей, незаконно добывающих грунт со дна озера. Со дна Ангары. Еще один пассажирский автобус оказался в Кювете. Авария произошла на трассе в Братске. Автобус съехал с дороги и застрял в сугробах. По словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было. Есть версия, что автобус подрезал легковой автомобиль, за рулем которого была девушка. Отметим, в этом месте на трассе ведутся дорожные работы. Грейдеры счищали снег и дорога стала скользкой. Напомним, это уже третья авария в течение двух дней с участием общественного транспорта. Клан наркозбытчиков обезвредили накануне в зиме. В ходе обысков в одной из квартир лиц цыганской национальности, где находилась наркоточка, были найдены 504 чека с героином. 65 граммов не расфасованного наркотика и 119 тысяч рублей. По итогам спецоперации в отдел наркоконтроля были доставлены 14 человек. Поводом для оперативного вмешательства послужили участившиеся факты сбыта героина в городе зиме. Ведется следствие. В детском музее откроется мини-выставка работ участников городского конкурса художественного творчества «Мартовские коты». Помимо партнеров, портретов, иллюстраций и фантазийных композиций зрители увидят детские работы, отражающие проблемы беспризорных животных. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свои фото и видеоматериалы на адрес аист.мр.собакаяндекс.ру или звоните по телефону редакции 33 13 28. Увидимся меньше чем через час.